Ребята, кто у меня телефоны еще не сдал, пожалуйста, прошу пронести и сдать в сейф. Перед началом уроков в этом классе ответственно идут сдавать телефон. Ребята оставляют его в сейфе и начинают усердно грызть гранит науки. Если возникает необходимость пользоваться телефоном на переменке, что как бы не запрещено, то ребята просто подходят ко мне, я им открываю сейф, они берут телефон, связываются с родителями при необходимости, убирают телефон обратно и дальше следуют на свои уроки. Министерство просвещения с 1 сентября запретило использовать телефоны на уроках. Все для того, чтобы эти устройства не отвлекали школьников от занятий. Мы решили, что пойдем по двум моделям. У нас есть классы выборочные, которые согласились на то, чтобы ребята в начале дня полностью сдавали телефон и по завершению дня классный руководитель им телефоны раздавал. Ну и вторая модель – это просто телефоны находятся у ребят, но они их не используют в учебном процессе. По мнению медиков, мобильные телефоны приносят вред для здоровья, ухудшается зрение, портится сон, появляется зависимость к этим устройствам. Потому и запрет на использование смартфонов во время уроков приносит для ребят только пользу. Я считаю это правильным, потому что у нас вырабатывается дисциплина, мы сосредотачиваемся на учебе и нет соблазна списывать, у нас нет возможности. Мы начинаем думать головой, мы воспринимаем больше информации, не отвлекаемся на уроках. Пациентки у меня стали лучше. Я стал больше отвечать на уроках, как и не только я, но и весь наш класс. Мы можем показать свои настоящие знания без помощи интернета. Меры помогли, так как класс стал лучше заниматься. Этот класс в 16-й школе Тобольска считается еще и спортивным. Здесь ребята активно участвуют в соревнованиях и защищают честь города на чемпионатах разного уровня. И к дисциплине школьники уже давно привыкли. Я привык сразу, потому что я занимаюсь спортом, и тренер на весь период соревнований забирает у нас телефоны. И когда мы приезжаем обратно домой, он отдает нам их обратно. Поэтому мне не составило проблем отдавать телефон каждый раз. Когда телефоны не отвлекают, ребята находят на переменах занятия по душе. Кто-то даже разучивает танец для очередного творческого конкурса. А кто-то просто начинает заводить новые знакомства. На переменах ребята начали не сидеть в телефонах, а разговаривать. То есть как больше друзей стало. И друзей стало больше, и знаний тоже. Шамиль Гулиев, Рустам Рузеев. Тобольское время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!